В Нерехте началась комплексная реставрация торговых рядов. Архитектурный памятник 18 века преобразится не только внешне, но и внутренне. Последний раз ряды приводили в порядок несколько десятилетий назад. Какими они будут после этой реконструкции, узнавала Светлана Спиркова. Крышу на торговых рядах перекрывают листовой череповецкой сталью. К бригаде кровельщиков на днях присоединятся каменщики. Их задача сделать стяжку фундамента по всему периметру архитектурного ансамбля и выровнять стены. Торговые ряды расположены в низине. Из-за сырости подвалы серьезно разрушены. Реставрационные работы выполняют буйские подрядчики. Компания специализируется на реконструкции церквей и памятников архитектуры. Задачи у нас большие. В первую очередь поменять кровлю, усиление фундамента. Это в плане штукатурки. Тоже процентов 70 на штукатурить было здание. Поменять все проемы. Арку. Да, вот проем. Будем здесь ломать, это будет выложено. Вот проходка. Ну, как было раньше по проекту. Ну, мы планируем до июля управиться. К августу комплекс торговых рядов должен преобразиться полностью. В стиле русского классицизма он будет белоснежным под зеленой крышей. И главное, как и сейчас, останется функциональным. Магазин решено оставить и на время реконструкции, и после нее. Деньги, положенные на проведение данных работ, получены за счет аренды всех торговых площадей, всех площадей объектов культурного наследия, которые находятся в оперативном управлении областного государственного учреждения. Сумма средств, направленных на полную реставрацию данного объекта, составляет 12 миллионов рублей. В ближайшее время автобусную остановку от торговых рядов перенесут. При реставрации фундамента строители будут снимать верхний слой грунта вокруг всего комплекса. Тротуар окажется примерно на метр ниже проезжей части, и высадка пассажиров около торговых рядов будет невозможна. Сейчас рассматриваются два варианта. Останавливаться общественный транспорт будет у моста или за рядами у колокольни. Кстати, мэрия Нерехты тоже запланировала работы по обновлению центральной части города. В этом году мы включили в бюджет нашего городской бюджета восстановление площади свободы, и тот, который находится там против рядов. То есть туда будет заложено мощение тротуарной плиткой, восстановление бордюрного камня и организация хороших газонов. Через полтора года, летом 2014 года, город Нерехта отметит свое 800-летие. Именно к этой дате здесь приурочена реставрация архитектурных памятников. Кроме комплекса торговых рядов, здесь будет реконструировано здание старого роддома. Светлана Спиркова, Михаил Ванчиков, телекомпания «Русь», город Нерехта.